Ну, типа, короче, он спросил в военкомате, ему сказали, что, короче, тебя вообще не должны были забирать, потому что у тебя прописка и паспорт российский, какого хера, и все такое. И с этим письмом, типа, спокойно можно ехать, короче, даже ДНРовский не показывать. Ну, и, короче, пусть, типа, едет, потому что там будет жопа, ну, типа, у нас тут, в Донецке, типа, будет жопа и т.д. и т.п., короче, надо валить. Типа, на словах все просто, сел и приехал. И 50 тысяч или 80 переехать через границу. Что тебе рассказывать? Ну, как это нафиг надо? А что, тебе надо воевать? Хрена, а потом что, никогда не заезжать? Да, а потом и сидеть в Таганроге, лапу сосать на съемной квартире, у Тани ремонт делать. Нет, так, конечно, не надо. Это за какой хер я должна тебе нести, если у меня прописка, с какого хера я тебе должна 60 отложить? С какого? У меня прописка российская, паспорт российский. В смысле? Что-то там с того, с какого-то села, не знаю, с какого, с урожайного или откуда. 30 человек будут отправлять куда-то там на передовую, чеку, да, в какую-то деревню, где нет света, связи. И каждые три дня, я так и не поняла, или каждые 10 дней будут этих 30 человек менять. Только сколько потом с этих 30 и останется? В интернете написали, сегодня там было 500 человек, там был такой кипиш, там и скорую вызывали. Раненому стало плохо, вызвали скорую, там уже, короче, эти военные за пистолеты, за автоматы хватаются, бабу гомонить не могут, там кипиш, драки, короче, жесть, просто позорище, просто позорище. Ну да, склонность гибелью, когда закончится, тоже неизвестно, если все грибут. Ну да. Субтитры создавал DimaTorzok